Уважаемые коллеги, добрый день. Начинаем работу ученого совета. Кворум у нас, согласно явочному листу, есть. У нас на данный момент пока один человек отсутствует. Будем надеяться, что этот человек опаздывает. Вениченко Юлия Вороздатовна. Так, Валентина Валерьевна Чуксина у нас появилась, да? Хорошо. Все. Полный кворум у нас есть. Начинаем нашу работу, уважаемые коллеги. Но прежде всего я вас проинформирую, что у нас представителям первичной профсоюзной организации, ученым в совете при рассмотрении конкурсных вопросов кадровых, уполномочены эти представительские функции осуществлять Смирнова Ирина Георгиевна. Такое требование у нас законодательства. Мы должны его неуклонно выполнять. Тем более мне и председатель профсоюзного комитета об этом говорил, что если такие правила есть, они должны выполняться. По повестке заседания. У вас есть проект повестки. Какие предложения будут по проекту повестки? Согласится? Ставлю на голосование. Кто за утверждение предложенного проекта повестки заседания, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Повестка утверждена. Вопрос номер один. О представлении к избранию на должность профессора кафедры государственного управления и управления человеческими ресурсами докладывает Митилёва Елена Ростиславовна, заведующая кафедрой государственного управления и управления человеческими ресурсами. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я представляю доктора экономических наук профессора Бахматова Сергея Александровича. Общий стаж работы 47 лет, педагогический 35 лет. Разработаны за весь этот долгий срок много учебных курсов. Все они методически оснащены. Подготовлено более 150 опубликованных научных и учебно-методических работ общим объемом свыше 200 печатных листов. За три прошедших года были и публикации в ВАГ, и участие в международных конференциях. Все показатели во время работы в БГУ выполнялись. Нареканий не было. Мы провели заседание кафедры, списочный состав 24 человека, присутствовало 19, из них 13 человек проголосовали за, 6 человек против. Но в целом решение положительное. Прошу поддержать кандидатуру Бахмата Сергея Александровича на должность профессора кафедры госуправления и управления человеческими ресурсами. Уважаемые коллеги, вопросы к Елене Ростиславовне будут? Можно уточнить на полную ставку? На 0,25. На 0,25, спасибо. Мы голосуем здесь включить людей или сразу? Вопросы по кандидатуре, кто уже пошел включить людей? Уважаемые коллеги, вопросы еще есть докладчику, нет? Вопросы по кандидатуре, есть? Вопросы к кандидату, нету? Тогда ставлю на голосование, кто за то, чтобы включить кандидатуру Бахмата Сергея Александровича бюллетень для тайного голосования, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Решение принято. Следующий вопрос кадровый. О представлении к избранию на должность профессора кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Белых Ольга Александровна. Докладывает Бубнов Вячеслав Анатольевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, на заседании кафедры водных биоресурсов и аквакультуры было рассмотрено дело и заслушано Белых Ольга Александровна на должность профессора, доктор наук, ученое звание доцент, общий стаж работы 37 лет, из них педагогический 35 лет. Голосование на кафедре проведено, человек рассматривается на 0,5 ставки, результаты голосования за 3 человека, против нет, воздержавшихся нет. Готов ответить на ваши вопросы. Вопросы докладчику, пожалуйста. Нет вопросов докладчика? Вопросы по кандидатуре или вопросы к кандидату? Кандидат здесь у нас присутствует. Нет вопросов? Тогда ставлю на голосование. Кто за включение кандидатуры Белых Ольга Александровна на бюллетен для тайного голосования? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался? Так, что там руку, кто у нас тянет? А, никто не тянет. Я тогда просто не увидел. Единогласное решение принято. Кандидатура Белых Ольги Александровна включена в бюллетен для тайного голосования. Следующий кадр вопрос. О представлении к избранию на должность профессора кафедры финансов и финансовых институтов Березкина Юрия Михайловича докладывает Джигас Маргарита Герутисовна, заведующая кафедры финансов и финансовых институтов. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. 1 сентября состоялось заседание кафедры, на котором рассматривалась кандидатура на должность профессора кафедры финансов и финансовых институтов Березкина Юрия Михайловича. Березкин Юрий Михайлович отчитался по своим публикациям, по своей научно-педагогической работе. Имеется достаточное количество публикаций, публикаций ВАГ, участие в монографиях. Кандидатура Юрия Михайловича была единогласно поддержана кафедрой. Вся кафедра проголосовала «за». Я прошу поддержать тоже эту кандидатуру. К Маргарите Герутисовне есть, пожалуйста, вопросы? Нет? По кандидатуре есть вопросы? На 0,25 ставки хочу уточнить. Если вопросов нет, тогда я ставлю на голосование. Кто за включение кандидатуры Березкина Юрия Михайловича в бюллетен для тайного голосования? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Решение принято. Кандидатура включена в бюллетен для тайного голосования. Следующий вопрос. О представлении к избранию на должность профессора кафедры философии, искусствознания и журналистики Демина Ирины Николаевны. Доклады Татанов Андрей Алексеевич, заведующий кафедрой. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прошло заседание кафедры философии, искусствознания и журналистики. Там рассматривалась кандидатура Ирины Николаевны Деминой. По результатам голосования она поддержана единогласно. И вопросов к кандидатуре не возникло. Вопросы к Андрею Алексеевичу есть? Нету? По кандидатуре вопросы есть? К кандидату есть вопросы? Нет. Тогда ставлю на голосование. Кто за то, чтобы включить кандидатуру Демина Ирины Николаевны в бюллетен для тайного голосования, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Решение принято. Кандидатура включена в бюллетен для тайного голосования. Следующий кадр вопрос. О представлении к избранию на должность профессора кафедры мировой экономики и экономической безопасности Кравченко Александровича. Докладович Пинога Оксана Александровна, заведующий кафедрой мировой экономики и экономической безопасности. Пожалуйста. Кравченко Александрович доктор филологических наук, профессор, стаж научно-педагогической деятельности, 40 лет. подготовил 18 кандидатов филологических наук, имеет около 200 публикаций на русском и английском языках, в том числе с 2017 по 2020 год опубликовано 19 научных работ. По итогам заседания кафедры голосование было единогласным. Кафедра рекомендовала к избранию Александра Владимировича на должность профессора на 0,25 ставки. Мы также просим поддержать. Спасибо. К Оксане Александровне будет вопрос у членов совета? У меня есть вопрос, можно задать? Скажите, пожалуйста, я, конечно, с большим удовольствием проголосую за Александра Владимировича, но у меня вопрос такого порядка. Почему он проходит не по моей кафедре как лингвист, а по кафедре Чапиноги Оксана Александровна? Ну, меня попросили, чтобы я даже не знала об этом, поэтому вчера, когда я получила вот эту повестку, я с удивлением это обнаружила, потому что меня просили выделить нагрузку для Александра Владимировича, и я ее уже сформировала. Можно вот этот вопрос просто уточнить? Может быть, я что-то не понимаю. Александр Владимирович, был объявлен конкурс, Александр Владимирович, конкурс был объявлен, Александр Владимирович подал заявление. Ну, нагрузку-то почему тогда по моей кафедре попросили меня сделать? Доктор филологических наук, потому что... Против что? Доктор филологических наук. Нагрузка ему... А, раз у меня есть нагрузка, почему его на мою кафедру не взять? Ну, это вопрос... Так, кто у нас ответит на вопрос? Проректор по учебной работе, пожалуйста. Уважаемые коллеги, когда мы с вами прекрасно знаем, объявляем конкурс, человек самостоятельно определяет кафедру и должность, на которую он претендует. Соответственно, если человек подал заявление на одну или другую кафедру, то кафедра рассматривает в соответствии с требованиями. Если человек соответствует требованиям, то он может подать заявление на любую кафедру. И я, как проректор по учебной работе, и никто этого человека заставить подать заявление в ту или иную кафедру не может. Человек принял решение, подал заявление на кафедру Чапиноги Оксане Александровне. Все? Ну, это понятно. Почему тогда нагрузка по моей кафедре? Можно ответить на этот вопрос? Если вопросов нет, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы включить бюллетень для тайного голосования к кандидатуру Кравченко Александра Владимировича? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Решение принято. В следующий кадр вопрос о представлении к избранию на должность профессора кафедры экономики предприятия предпринимательской деятельности Трофима Евгения Александровича. Доклад от Шуплецова Александр Федорович, заведующий кафедрой. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, 1 сентября кафедра рассмотрела заявление Евгения Александровича на должность профессора по профилю экономической теории. Голосование было единогласным и мы просим поддержать совет эту кандидатуру. Вопросы к Евгению Александровичу есть у члена совета? Нету? Вопросы по кандидатуре? Вопросы к кандидату? А, отсутствует кандидат у нас. По кандидатуре вопросов нет. Тогда ставлю на голосование. Кто за то, чтобы включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Трофимова Евгения Александровича? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Решение принято, кандидатура включена. Следующий кадр вопрос. О представлении к избранию на должность профессора кафедры инженерно-экономической подготовки Хамкалова Геннадия Владимировича. Докладывает Колодин Виктор Семенович, заведующий кафедрой инженерно-экономической подготовки. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, Геннадий Владимирович Хамкалов, наверное, самый известный из наших профессоров. Он с 1994 года профессор, доктор экономических наук и председатель нашего единственного совета по экономическим наукам. Я очень рад, что Геннадий Владимирович согласился работать вновь в университете. Кафедра рассмотрела кандидатуру Геннадия Владимировича. Естественно, единогласно все поддержали ее. И мы с ходатайцем перед советом о избрании Геннадия Владимировича на должность профессора на 0,5 ставки он согласился. К Виктору Семеновичу есть вопросы? Нет вопросов. Вопросы по кандидатуре есть, уважаемые начальнице? Нет. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы включить бюллетень для тайного голосования кандидатуру Хамкалова Геннадия Владимировича? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Решение принято единогласно. Кандидатура включена в бюллетень для тайного голосования. Следующий кадровый вопрос. О представлении к избранию на должность профессора кафедры менеджмента маркетинга и сервиса Чупрова Сергея Витальевича. Докладывает Баева Ольга Николаевна, заведующая кафедрой. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. По кафедре менеджмента маркетинга и сервиса был объявлен конкурс на 0,25 ставки профессора. Было подано одно заявление от Сергея Витальевича Чупрова. 1 сентября состоялось заседание кафедры, на котором кафедра единогласно просит ученый совет поддержать кандидатуру Сергея Витальевича. Я думаю, в этой аудитории Сергея Витальевича представлять не нужно. Он долгие годы работал ученым-секретарем университета, занимал должность профессора по научной работе, автор большого количества публикаций, в том числе за последний год, в то время, когда он работал в Иркутском госуниверситете. Есть публикации уровня «Скопус» и «Вак». Спасибо. К Ольге Николаевне есть вопросы? Нет. Вопросы по кандидатуре есть? Нет. Тогда ставлю на голосование. Кто за включением бюллетен для тайного голосования кандидатуры Чупрова Сергея Витальевича? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Решение принято одиногласно. Кандидатура Сергея Витальевича Чупрова включена в бюллетен для тайного голосования. Теперь нам необходимо, уважаемые коллеги, избрать счетную комиссию. Традиционно мы избирали три человека. Три человека у нас справятся с этим объемом работы? Нет? Пять надо? Пять. У нас должно быть нечетное. Тогда предложение такое, вот, Александр Алексеевич предлагает пять. Вот, я думаю, это разумное предложение, чтобы они оперативно поработали. Вот. Все согласны по количественному составу пять? Не надо ставить на голосование. Поставим, соблюдем регламент. Кто за то, чтобы избрать счетную комиссию в количестве пяти человек? Прошу голосовать. Кто сам? Кто против? Воздержался. Решение принято одиногласно. По кандидатуру, пожалуйста, Александр Алексеевич. Ваши парнии. Какие кандидаты вы преподаете? Многие члены ученого совета. Тоже не видите права. Вы же присединились. Предлагаю включить в состав счетной комиссии следующих членов ученого совета. Александр Алексеевич Протасевич. Лилия Алексеевна Оршинова. Инга Игоревна Изотова. Надежда Викторовна Васильева. И Рыбаков Алексей Александрович. Наталья Викторовна, прошу прощения. Васильева Наталья Викторовна. Наталья Викторовна у нас здесь? Да, да, да. Ну вот, уважаемые коллеги, пять человек предложено. В общем-то, других кандидатур не будет. Если будут другие кандидатуры, у нас будет рейтинговое голосование. Сразу предупреждаю. Если других кандидатур не будет, я обязан спросить, самоотводы будут? Они не приветствуются, но человек имеет право. Самоотводы не замечают. Тогда, уважаемые коллеги, кто за то, чтобы исправить счетную комиссию составит, я с вашего разрешения не буду называть, Протасевича, Оршиновой, Изотовой, Васильевой и Рыбакова. Правильно? Кто за этот состав счетной комиссии? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Решение принято. Единогласно. Счетная комиссия сформирована. Пожалуйста, счетная комиссия, приступайте к работе. Александр Алексеевич, Вы отвечаете за законность голосования. Всегда так, где думают. Правильно. Приступаем к следующим вопросам повестки. Следующий у нас стоит вопрос о создании колледжа Байкальского государственного университета и утверждении положения колледжа Байкальского государственного университета. Докладывает Киреенко Анна Павловна. Пожалуйста. Так, Протасевич сильно громко говорит. Уважаемые коллеги, на прошлом заседании ученого совета было принято решение о создании рабочей группы, которая будет готовить проект документов по созданию колледжа. Также было поручено провести собрание с работниками среднего профессионального образования. По данному поручению отчитываюсь. Рабочая группа у нас собиралась. Мы собирались с директорами институтов, на котором на совещании обсуждали вопросы по выделению отдельной структуры колледжа Байкальского государственного университета. Пожелания, которые были высказаны, мы постарались учесть в положении. Также мы встречались с работниками среднего профессионального образования, с проректором по хозяйственной работе, с проректором по учебной работе. Мы были в 11-м корпусе. Там собирались все работники среднего профессионального образования. Мы также обсудили с ними этот вопрос, послушали все их наболевшие проблемы и пожелания. Также вчера у нас была такая немножко усеченная рабочая группа. Мы собирались с колледжем, с управлением информационных технологий, хозяйственными службами, так как у среднего профессионального образования сейчас и кадровая служба там присутствует, так как проблемы у нас сейчас кадровые, хозяйственные и технические проблемы, потому что обеспечить учебный процесс для возросшего контингента крайне сложно теми средствами, которые были у среднего профессионального образования. Это еще раз подтвердило, что проблема требует это комплексного решения, так как постоянно собирать всех представителей, все направления и все службы для того, чтобы обсудить вопросы среднего профессионального образования и всем на них наваливаться, это, конечно, не совсем эффективно. Положение о колледже Байкальского государственного университета разработано и уже несколько дней оно в свободном доступе. То есть все, кто хотел, высказали свои предложения. Это положение было обсуждено с юридической службой, с учебно-методическим управлением. Ну и, естественно, перед тем, как его принять, мы также обсуждали его и со службами, работающими со средним профессиональным образованием. Поэтому предлагаю следующий проект решения на ваше голосование. Создать в структуре университета колледж Байкальского государственного университета, утвердить положение колледжа Байкальского государственного университета и первому проректору совместно с отделом документационного обеспечения подготовить проект приказа о создании колледжа Байкальского государственного университета, регламентирующий порядок и сроки его создания с учетом требований законодательства, срок до 14 сентября 2020 года. Со всеми документами и с проектом этого решения вы также могли ознакомиться. Пожалуйста, ваши вопросы. Спасибо, уважаемые коллеги. Вопросы к докладчику? Есть вопросы к докладчику? Нет? Вопросов, если нет докладчику, какие есть вопросы по проекту решения? Нет вопросов? Тогда ставлю на голосование. Кто за принятие решения по данному вопросу, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался? Решение принято. Следующий вопрос. Об утверждении списка работников Байкальского государственного университета для зачисления в 2020 году на обучение за счет внебюджетных средств университета. Доклада Танна Павловна Киреенко. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы ежегодно с вами принимаем своих работников на обучение. Как правило, работники учатся в магистратуре по тем направлениям, которые им необходимы либо для реализации учебного процесса, либо по производственной необходимости. В этом году у нас только одна такая заявка. Это работник приемной комиссии Рыбина. Она поступает в заочную магистратуру юридическую. Ну и я считаю, что если в приемной комиссии будут специалисты с юридическим образованием, это будет нам только полезно. Мы с вами действуем в рамках положения о скидках, которые мы имеем право предоставлять своим работникам. Мы имеем право предоставить стопроцентную скидку на обучение. Поэтому прошу поддержать эту кандидатуру. У нас всего один человек в этом году будет учиться за счет наших собственных средств. Вопросы докладчику, пожалуйста, есть? Нету. По проекту решения какие-то замечания, предложения есть? Нету. Тогда ставлю на голосование. Кто за принятие решения по данному вопросу, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Решение принято. Следующий вопрос. О повышении ставок по часовой оплате по программам среднего профессионального высшего образования и программам дополнительного образования детей и взрослых на 2020-2021 учебный год. Докладывает проректор по учебной работе Бубнов Вячеслав Анатольевич. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, как вы прекрасно помните, в июне мы отложили вопрос о повышении ставок по часовой оплате по программам СПО и ВОО в связи с тем, что мы хотели посмотреть результаты набора и оценить наше финансовое положение. Как и договаривались, все это работа была проведена и изыскали возможность ставки по часовой оплате увеличить на 30%. Проект был размещен. Если есть вопросы, готов на них ответить. Пожалуйста, уважаемые коллеги, есть вопросы? Ну, вопрос давно назревший, да, и понятный всем, конечно, надо было поднимать, надо было поднимать еще, может быть, и раньше. Вот. Поэтому, если вопросов нет, по проекту решили. У меня есть вопрос. Пожалуйста. А будьте любезны, дайте разъяснение по работодателям. Так и остается 30%? Уважаемые коллеги, действующие ставки по часовой оплате с 1 сентября 2020 года решением ученого совета мы предлагаем увеличить на 30%. То есть, произошло увеличение от ставок предыдущего учебного года на 30%. Так, еще вопросы есть? Нет больше вопросов? Замечаний по проекту решения нет? Ставлено голосование. Кто за принятие решения, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Решение принято. Можно еще одно объявление? Пожалуйста. Уважаемые коллеги, наши преподаватели, те, кто подал заявление на почесовку после 20 июня 2020 года, подчесовку получат в сентябрьскую заработную плату. Просьба. Если какая-то подчесовка за предыдущий учебный год еще не оформлена, давайте эту работу проведем в ближайшие дни, чтобы в сентябрьскую заработную плату мы полностью рассчитались по часовой оплате за предыдущий учебный год. Спасибо. Следующий вопрос. Так, мой голос учтите тоже. Следующий вопрос. Об установлении скидки в размере 50% с начисляемой платы за проживание в общежитиях Студгородка и университета для работников Студгородка. Докладывает Ханхареев Павел Дмитриевич, директор Студгородка. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые члены ученого совета. В общежитиях Студгородка проживают сотрудники, работающие в Студгородке. Место проживания сотрудников Студгородка, по сути, является их же рабочим местом, так как в жилом помещении, где они живут, установлены компьютеры с подключением к рабочей программе РМ-общежитий. Сотрудники Студгородка в личное и нерабочее время, всегда по производственной необходимости, работают дома. В период пандемии работали в своих комнатах, используя помещение как рабочий кабинет. А также во время приемной кампании отвечали на звонки даже в ночное время. При закрытии общежития номер 3, где проживали иностранные студенты на одновневный карантин в декабре 2019 года, сотрудники Студгородка в круглосуточном режиме оперативно предоставляли данные в Роспотребнадзор. Проживая в общежитии, осуществляют контроль в ночное время за проживающими студентами. Таким образом, комната, где проживают сотрудники Студгородка, по совместительству является и их же рабочим кабинетом. Размер заработной платы сотрудников Студгородка составляет 17 400 рублей, а оплата за проживание в общежитии составляет 8 100 рублей. В этой связи ходатая свою перед вами, уважаемый член ученого совета, об установлении скидки в размере 50% с начисляемой платы за проживание в общежитиях Студгородка университета для работников Студгородка. Уважаемые коллеги, вопросы к Павлу Дмитриевичу есть? А можно спросить, сколько этих работников и какая по итогу для них стоимость проживания будет? Всего их три человека работают, одна находится в декретном отпуске, двое на рабочем месте. И сколько для них стоимость проживания будет составлено? Ну, если 50%, допустим, ну, ровно наполовину 4 тысячи. Еще вопросы есть? Пожалуйста. Ну, сейчас период, мы как раз, у нас завтра заканчивается заселение, и все. Ну, при необходимости и потребовании они всегда готовы подключиться и работать. У нас, вы знаете, зимнее время, когда идут заочники, они всегда дома, но если выходные, то есть оперативно подключаются и решают все вопросы. Ну, там, по всей видимости, конкретное место проживания, конкретное место работы не соответствует в любом случае. Еще вопросы есть, докладчиков? Уважаемые коллеги, я думаю, надо поддержать, цена вопроса, ну, не такая там, она серьезная. Все-таки мы некоторые наши решения должны принимать в интересах, ну, наших сотрудников. Это в большей мере вопрос, скажем, социальной поддержки. Заработная плата у них небольшая, к сожалению, и работа большая, нужная, непростая, вот, не каждый пойдет на такую работу работать. И если мы такого рода меры социальной поддержки сотрудникам будем оказывать, я думаю, что это будет на пользу всех. Поэтому прошу поддержать. Пожалуйста. Данная мера, она все-таки распространяется на... с 1 сентября 2020 года, или мы говорим о том периоде, когда пандемия началась? Я думаю, это с 1 сентября 2020 года. Ну, тогда мы не можем в качестве основания принять то, что вы сказали. Давайте мы распространим тогда эти отношения решением ученого совета на период, когда пандемия возникла, когда люди попали в особые условия труда. Так, ну, тут мне надо вмешиваться, чтобы была юридическая чистота. Лучше бы такие предложения заранее готовить, предлагать к проектам, не на самом заседании ученого совета. Я предлагаю писать такой пункт, что действие настоящего постановления начинается у нас с 1 января этого года. То есть обратную силу ему придать. Тогда все вопросы снимутся. Возражающих нет? Еще к докладчику есть вопросы? К докладчику нет вопросов, пожалуйста, можете присаживаться. По проекту, тогда мы ставим на голосование проект, делаем пункт второй о том, что данное решение, его действие распространяется с 1 января текущего года, обратную силу ему придаем. И тогда пункт второй, который в нынешней редакции в проекте предложенном, он будет стоять пунктом 3, контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого проректора. Поэтому с учетом вот такой поправочки, да, предлагается проголосовать. Других предложений не будет? Нет. Ставлю на голосование. Кто за принятие решения с учетом предложенной поправки, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Решение принято. Следующий вопрос. О представлении работников Байкальского государственного университета к поощрению наградами Иркутской области мэра города Иркутска. Докладывает Анастасия Юрьевна Дичкова, начальник управления административно-кадровой и правовой работы. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Проект решения и список кандидатов был всем членам ученого совета разослан. Предлагается представить кандидатов к награждению наградами Иркутской области и города Иркутска. Список кандидатов состоит у нас из 32 человек. Награды здесь поименованы и обозначены. Сразу хочу отметить, что количество наград определялось не университетом. Естественно, количество квоты устанавливается тем учреждениям, которые эти награды будут нам давать. Ну, то есть губернаторам, соответственно, мэром города Иркутска и законодательным собранием. Больше нам дать никто не может. Поэтому предлагаем обсудить список и вынести решение. Вопросы докладчика, пожалуйста. Нет вопросов докладчика. По проекту решения есть вопросы? Нет. Ставлю на голосование. Кто за принятие решения, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Решение принято единогласно. Спасибо большое. Спасибо большое. Виктор Васильевич, разрешите еще слово касательно наград. У нас еще есть виды наград, которые не требуют решения ученого совета. Поэтому предложения пока еще продолжают приниматься. Есть благодарственное письмо губернатора Иркутской области. Благодарность министра науки и высшего образования Российской Федерации. Они не требуют решения ученого совета. Но мы готовы рассмотреть кандидатуры от тех кафедр структурных подразделений, кто еще не представил свои предложения. Уважаемые коллеги, вы учли, что есть награды, которые ждут еще своих героев. В которых там процедура несколько другая будет. А можно вопрос? Давайте дату определим, до какого числа мы должны представить списки. Я думаю, что не позднее понедельника. Этого? Ну, который будет. Это у нас 14, если не ошибаюсь, сентября. То есть мы 14 числа списки должны подать? Да. Мне. Хорошо. Потому что есть еще дальнейший порядок подготовки представлений. Это тоже время нужно на это потратить. С людьми связаться, поработать. А по этим наградам квота есть? А то мы опять подадим ее. Квота, конечно, есть. Квота, установленная министерством, есть. И губернатором есть. Но в университете мы, к сожалению, не можем свою квоту какую-то установить. Пока рассматриваем предложение. Спасибо. Просто если чисто теоретически мы больше кандидатов представим, а не соблюдать будут квоту и все. То есть мы это тоже должны с вами понимать. Поэтому тогда вот информацию принимаем к сведению, да, что по вот дополнительным вот этим наградам, которые были озвучены, да, просьба к понедельнику, если будет такая информация, ходатайство представить. Других вопросов нет? Нету. Ну, этот вопрос мы с вами проголосовали. Следующий вопрос. Следующий у нас вопрос. О вхождении Байкальского государственного университета в состав учредителей средств массовой информации, избирательное право. Уважаемые коллеги, вам предложен проект решения ученого совета. Предлагается в целях стимулирования публикационной активности работников университета, обеспечения возможностью публикации научных статей юридической тематики, специализированной на бесплатной основе. И в целом, в целях активизации научно-исследовательской деятельности, предлагается принять решение о том, чтобы Байкальский государственный университет вошел в состав учредителей средств массовой информации. Это научно-практический журнал «Сбирательное право», который зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 24 июня 2006 года в качестве соучредителя. В настоящий период времени учредителем этого журнала является избирательная комиссия Иркутской области. Традиционно на протяжении многих лет преподаватели Байкальского государственного университета участвуют в качестве авторов, соавторов в работе этого журнала. И мы провели консультации с избирательной комиссией Иркутской области. Они заинтересованы в том, чтобы Байкальский государственный университет был соучредителем, и мы в рамках этого соучредительства выполняли функции редакции средств массовой информации. Наши консультации сводятся к тому, что избирательная комиссия Иркутской области возьмет на себя материальные затраты все по изданию журнала. Наша часть интеллектуальная, творческая. Естественно, предлагается, мы с вами на прошлом заседании ученого совета приняли решение о том, чтобы вопросы соучреждения, соучреждения средств массовой информации рассматривать вот здесь открыто на заседании ученого совета и также рассматривать договоры учредителей и соучредителей по учреждению средств массовой информации. Поэтому пунктом вторым проекта решения предлагается поручить в Рио-ректора представить на одобрение ученого совета договор соучредителей с избирательной комиссией Иркутской области, где как раз все обязательства сторон соучредителей будут прописаны. И мы должны это рассматривать публично, чтобы понимать, что интересы Байкальского государственного университета здесь соблюдаются. Поэтому какие вопросы будут, пожалуйста? Вопросов нет. По проекту вопросы? Нет по проекту. Ставлю на голосование. Кто за принятие решения? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Решение принято. Следующий вопрос. Об учреждении средств массовой информации научно-популярного журнала «История в фокусе». Ну, как мы уже с вами эту тему обсуждали, университет, его функция не только образовательная, участие в научно-исследовательской деятельности, воспитательные функции другие. Но и у университета есть функция традиционная. Это и популяризация научных знаний. С этой целью предлагается совместно с администрацией города Иркутска учредить средства массовой информации, научно-популярный журнал, его название «История в фокусе», поручить в Рио-ректора представить на одобрение ученого совета Байкальского государственного университета договор соучредителей с администрацией города Иркутска. Здесь предварительные консультации были проведены с мэром города Иркутска. Город Иркутс заинтересован, чтобы такое было научно-популярное издание. Поэтому предлагается принять это решение. Схема нашего сотрудничества будет оформлена в договоре, который мы с вами еще будем рассматривать. Администрация города Иркутска берет на себя обязательства по финансированию журнала. Мы на себя берем функции редакции средства массовой информации. Журнал этот мы собираемся регистрировать в Роскомнадзоре. Он будет всероссийским. Издаваться будет в Иркутске, мы планируем. И будем его издавать в сотрудничестве с Российским историческим обществом. И надеяться, что если у нас этот проект будет запущен, через год-два мы получим хороший грант на развитие этого журнала. И надеемся, что и наши преподаватели также будут активно участвовать в работе этого журнала. Какие будут вопросы, пожалуйста, докладчику, вопросы по проекту решения? Если вопросов нет, ставлю на голосование. Кто за принятие решения? Прошу голосовать. Кто против, воздержался, решение есть. Александр Васильевич Шалак запроголосовал. Тем самым мы на себя взяли моральные обязательства активно участвовать в работе журнала. В качестве автора, ну и члена редакционной коллегии. Ничего не услышал, Александр Васильевич? Согласен? Я согласен. А что тут думать? Вам предоставляется всероссийская трибуна. Что тут думать? Следующий вопрос. О вхождении Байкальского государственного университета в состав учредителей средств массовой информации академический юридический журнал. Доклады Питковская Юлия Валерьевна. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Предлагаю рассмотреть вопрос о вхождении нашего университета в состав учредителей средств массовой информации. Это научный журнал, академический юридический журнал. Почему возникла острая необходимость обсудить этот вопрос? В настоящее время у нас есть два журнала, которые рекомендованы ВАКом для публикации результатов научной деятельности соискателей ученых степеней по респруденции, но по таким лишь направлениям, как «Восьмерка-девятка» — это уголовное право, уголовный процесс, и «Одиннадцатая-двенадцатая» — это судебная деятельность и криминалистика. Однако в нашем университете ведется активная научная деятельность по целому ряду других научных направлений. В связи с этим предлагается рассмотреть данный вопрос. Дело в том, что академический юридический журнал рекомендован ВАКом для публикации результатов по таким научным направлениям, как «Единичка» — это теория государства и права, «Двоечка» — конституционное право, далее «12-00-08-09» — уголовное право, уголовный процесс, и «Четырнадцатая» — специальность — это административное право, что в целом удовлетворяет научным интересам нашего университета, ну и, соответственно, сотрудников, которые активно занимаются научной деятельностью. Поэтому прошу поддержать данное решение, проект которого был размещен у нас на сайте, все вы наверняка ознакомились, по предлагаемому договору соучредителей, наш университет будет выступать в качестве издателя этого журнала. Прошу поддержать. Вопросы, пожалуйста, к Юлии Валерьевне. Нет вопросов? По проекту какие будут предложения, замечания? Нету. Ставлю на голосование. Кто за принятие решения, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Решение принято. Но мы планируем, что после того, когда решение соответствующее будет принято, главным редактором журнала планируем назначить Юлию Валерьевну Питковскую. Вы согласны с этим, Юлия Валерьевна? Потому что я не могу быть главным редактором всех журналов. С меня надо все эти властную функцию убирать. Я согласен быть председателем литературного совета. Я несколько слов скажу. В этом году этому журналу вспомнилось 20 лет. И он у нас давно в Аковске. За 20 лет работы было опубликовано около тысячи научных статей в этом журнале. В общем-то, журнал такой имеет хорошую репутацию, серьезного научного журнала. Мы подсчитывали, где-то порядка 40 авторов журнала защитили докторские диссертации. И около 100 авторов журнала защитили кандидатские диссертации. Мои все аспиранты, кто защищал кандидатские докторскую, все тоже в этом журнале публиковались. Юлия Валерьевна назвала те специальности, по которым сейчас узким он у нас в АКИ. Она назвала. Но мы ставим еще задачу, чтобы количество специальностей узких юридических расширить. Потому что у нас, как бы, благодаря активной работе Александра Алексеевича Протасевича, и вот он там работает, я его похвалю, активно у нас публикационная деятельность развивается в области уголовного процесса, криминалистической науки, в общем, уголовная правовая тематика. Но криминологический журнал у нас. А у нас пробел очень серьезный с точки зрения публикации материалов по некриминальной тематике. Теория права, история права, конституционное муниципальное право, цивилистика. Поэтому, конечно, нам нужен такой журнал, который бы вот эти все пробелы восполнял. И еще одна информация. Мы также планируем сейчас дорожную карту делаем с тем, чтобы в течение года полутора-двух журнал вошел в базу Scopus Web of Science. То есть мы его будем... Он уже, в принципе, по этим стандартам издается, но мы все необходимость сделаем для того, чтобы в ближайшее время, год-два от силы, журнал этот индексировался в этих базах. Как в свое время мы ставили задачу, чтобы криминологический журнал, дорожную карту делали, он вошел в базу Scopus Web of Science. Слава Богу, это получилось. Поэтому мы также должны вот эту вот работу провести. Это будет очень большой плюс для нашего университета. Но мы еще будем с вами рассматривать вопросы в ближайшие перспективы об учреждениях еще и других научных журналов. Но это уже будут повестки других ученых советов. Повестка обязательных вопросов у нас исчерпана. Переходим к вопросу разное. В этих вопросах мы с вами информируем. Вот я несколько слов скажу, пока работает у нас счетная комиссия. В качестве объявлений, уважаемые коллеги, это уже, скажем, задача руководства вуза ректората создавать нормальные социальные условия для работы сотрудников, студентов, преподавателей университета. Мы завершили работу, в общем-то, все сделали необходимое для того, чтобы в ближайшие дни открыть магазин для сотрудников, преподавателей, студентов. Но он раньше назывался шпикачка, наверное, тоже такое же название мы оставим, шпикачка, оно прижилось. Заключили необходимые договоры, провели ремонт, в общем-то, закупили необходимое оборудование и все сделали для того, чтобы наши санитарные, надзорные, педагогические службы там провели проверку, все соответствовало. Поэтому в ближайшее время открываем этот магазин. Затем мы в наших планах стол заказов открыть, это чуть попозже будет. В третьем корпусе, нашем главном, на первом этаже, где раньше вот шпикачка, кто помнит, располагалась, там также будет сделан магазин, он будет сделан побольше, там будет сделан стол заказов для, прежде всего, для сотрудников преподавателей университета, с тем, чтобы они могли после рабочего дня бедным нашим женщинам бегать по магазинам, нет времени, сделали заказ, получили там необходимую продукцию. Мы тоже там будем отслеживать вопрос, чтобы эти были, ну такие, разумные, нормальные цены, чуть пониже, чем в других магазинах города Иркутска. Вот, поэтому вот информация, это для вас. По питанию студентов, мы провели целый юридический консилиум, потому что, ну скажем, просто так бесплатную кашу уже нельзя раздавать студентам, есть налоговое законодательство, другое. Это вот советское время мог ректор, генеральный директор сказать, кормить бесплатно, никаких проблем нет. Наше время, мы целых там два дня проводили консилиум, нашли формулы юридические, безупречные, как это, какой подход, и с целью того, чтобы, и с целью охраны здоровья наших студентов, и с целью того, чтобы у нас на нормальных условиях было организовано общественное питание в университете, и с целью, не будем скрывать, и рекламы нашего университета, ну и с мотивацией поддержки студентов. Нами было принято решение, подписан приказ, и с 3 сентября у нас студенты получают бесплатно кашу. Вопрос с точки зрения экономической, он много расходов не несет, но студенты активно этим пользуются. Если в первый день у нас была молочная рисовая каша со сливочным маслом, 64 студента воспользовалась, на следующий день в два раза с лишним больше, вот, вчера мне сказали активно, студенты пользуются этой возможностью. Ну и проинформирую вас также, что, ну, ко мне были обращения со стороны сотрудников университета и со стороны студентов, чтобы я обратил внимание, как руководитель на то, что центр студенческого питания, главное, наверное, слово студенческое питание, вот, очень высокие цены. Не все студенты могут питаться в нашем центре студенческого питания. К сожалению, некоторые цены просто ресторанские, и не могут, допустим, наши сотрудники, коллеги, которые получают относительно небольшую заработную плату, там питаться. Ходят на работу, приносят с собой продукты и так далее. Конечно, проблема эта есть, но для того и создавался центр студенческого питания, это же наше структурное подразделение, хоть оно и обособленное. Поэтому мы тоже сейчас провели работу, поставили боевую задачу, проработали уже многие технические вопросы. В обязательном порядке, в меню, в центре студенческого питания, в столовых, вот, обязательно должна быть линейка недорогой продукции, продуктов питания. Это и выпечка, первое блюдо, второе блюдо, вот, мы сейчас анализируем, какие закупки, вот, как снизить цены, затем, вот, мы калькуляцию проверяли, в обратку, да, вот, я сидел с калькулятором, мясо получалось килограмм 400 рублей. Ну, 400 рублей, где его? Его везут из Парижа на самолете, парное мясо, что ли? Мясо можно купить, хорошую вырезку свинину за 250 рублей, не замороженное. Вот Мираторг тот же самый продает, хорошее, качественное мясо. Поэтому мы эту работу проводим, чтобы поставки были. Чай у нас 10 рублей, чай 10 рублей, это очень дорого по всем меркам. Если это чай, я не знаю, там, с турецкой засушенной розой, может быть, он должен стоить 10 рублей. Но для сотрудников, студентов должна быть возможность купить чай за 2-3 рубля. Поэтому мы эту работу проводим. Выпечка должна быть недорогая. И тогда вот мы с вами вот эти социальные функции выполним, и сотрудники пойдут обедать в столовой, а не на своих рабочих местах. Поэтому я вас об этом реформирую, что мы в ближайшее время, уже некоторые блюда там стали появляться относительно недорогие, мы эту работу будем проводить. Она находится на моем постоянном контроле. И 9, 10, 12 видов продукции должно быть относительно недорогой, прежде всего в интересах сотрудников и студентов. Пожалуйста, кто хочет купить дорогое блюдо, мы не против. Будет качественная ресторанская еда, мы тоже не против. Но предоставить возможность недорогого качественного питания для студентов-сотрудников просто обязаны. Мы эту работу проводим. Счетная комиссия у нас готова. Пожалуйста, Александр Александрович, наверняка вы председателем избранная. Извините, можно в разном еще или потом после комиссии? Еще будет время. Пожалуйста, Александр Александрович, слово «счетная комиссия», председателю счетной комиссии. Уважаемые коллеги, сообщаю результаты работы счетной комиссии. Протокол номер один в заседании счетной комиссии ученого совета БГУ. Присутствовали Протасевич, Васильева, Изотова, Рыбаков, Аршинова. Слушали Рыбакова о распределении обязанностей членов счетной комиссии. Предложил господин Рыбаков председателем Протасевича, секретарем Васильевым. Голосовали единогласно. Ну и теперь переходим к основной части. Я, если можно будет, поскольку бюллетей немного, крайне коротко. Слушали результаты голосования по избранию профессора кафедры финансов и финансовых институтов Байкальского государственного университета. Березкина Юрия Михайловича, 31 бюллетень, 31 в урне, за 27 против 4. Голосование положительное, я прошу утвердить. Слушали результаты голосования по избранию профессора кафедры менеджмента маркетинга Севериса Байкальского государственного университета. Общее число 31 в урне, 31. Результаты Чупрова Сергея Васильевича, за 30 против 1. Голосование положительное, я прошу утвердить. Результаты избрания Кравченко Александра Владимировича, присутствовал 31 в урне, 31 в урне, за 31, против нет. Голосование положительное, я прошу утвердить. Слушали результаты голосования по избранию профессора кафедры водных и биоресурсов и аквакультуры Байкальского государственного университета. Белых Ольги Александровны, за 30 против 1. Результаты голосования по избранию профессора кафедры философии и искусствознания и журналистики Байкальского государственного университета Демина и Ирина Николаевна, за 31, против нет. Результаты голосования по избранию профессора кафедры инженерно-экономической подготовки БГУ Хомкова Геннадия Владимировича за 31 против нет. Голосование положительное, прошу утвердить. Спасибо, Александр Алексеевич, спасибо счетной комиссии. Всех избранных наших коллег мы поздравляем с избранием, желаем крепкого здоровья в эпоху борьбы с коронавирусом и отличных результатов в преподавательской деятельности, в научной деятельности. Уважаемые коллеги, какие еще вопросы будут, пожалуйста? Можно, у меня есть небольшая информация? В конце августа была рассылка о конкурсе ВКР, и кафедра иностранных языков приняла участие в этом конкурсе. Шесть работ было отправлено для участия в международном конкурсе выпускных квалификационных работ магистрантов. Пять человек заняли второе и третье места, один получил номинацию лариата. Спасибо. Спасибо. Еще, пожалуйста, есть объявление информации? Пожалуйста. Уважаемые коллеги, два коротких вопроса. Первый. Трудовые договоры с преподавателями, прошедшими по конкурсу в этом году, были готовы давным-давно еще летом. И хотелось бы попросить особое внимание к заведующих кафедрами математических методов и цифровых технологий и государственному управлению, управлению человеческими ресурсами, направить преподавателей для получения своих экземпляров трудовых договоров. Ко всем остальным большое спасибо заведующим, кто поработал с преподавателями и оперативно все получили договоры. Отдельно две кафедры у нас большой объем неполученных трудовых договоров у преподавателей. И второй вопрос. Я вас информирую, уважаемые коллеги, что со следующей недели, то есть 14 сентября, этот вопрос назревал давно, управление кадров переходит на режим работы определенный. То есть у нас будет определено время работы с документами, определено время работы с посетителями. Виктор Васильевич нам этот вопрос согласовал, он назревал давно, большой поток работников посещают управление, когда им удобно, когда им угодно. И поэтому очень возникают проблемы с оперативным выполнением задач по подготовке документов. Поэтому прошу обратить внимание, эта информация обязательно будет в рассылке, неоднократно мы ее повторим, по телефонам консультируем. Всю нужную информацию разместим на общем диске, инструкции все будут даны. Пожалуйста, обратите внимание. Спасибо. Спасибо. Еще объявление будет информация? Нет? На этом работа ученого совета завершена. Всем большое спасибо. До свидания.